Здравствуй, мой дорогой любимый зритель! На календаре у нас 21 мая 2024 года. Сегодня мы с вами прибыли на Троекуровское кладбище. 21 мая 1949 года в городе Омске родилась народная артистка Российской Федерации, талантливая киноактриса Любовь Григорьевна Полищук. Здравствуйте! Здравствуйте! Я приветствую вас на планете Земля! Каждый выход Любови Полищук в кино и театре был похож на фееричный праздник. Разноплановая актриса, способная заставить зрителей и плакать, и смеяться. Ее партнерами на сцене и съемочной площадке становились многие выдающиеся актеры. Она играла в дуэте с Олегом Далем и Андреем Мироновым. Трудно поверить, но обаятельная и привлекательная Любовь Полищук в детстве считала себя гадким утенком. Девочка с окраины Омска, выросла в простой рабочей семье, училась в школе номер 97 и всегда мечтала быть артисткой. В 16 лет отправилась в Москву, поступила во Всероссийские творческие мастерские эстрадного искусства. Познакомилась там с первым мужем Валерием Макаровым. С Валерием Макаровым Любовь Полищук рассталась. Вместе с сыном Алексеем перебралась в Москву. Впереди ее ждал головокружительный успех, съемки в главных ролях, выступления на сцене Московского театра миниатюр и школы современной пьесы. Но каким бы плотным ни был график, Полищук всегда находила время приехать в Омск домой к маме. Только здесь она могла выдохнуть и честно в интервью 12-му каналу сказать, каких трудов ей стоила слава. Я не думала о том, что у меня будет какая-то фантастическая карьера. Я не думала о том, что у меня будут деньги. То есть я к этому не стремилась. А к чему? Это пришло само собой. Я просто очень любила и люблю работать в своей профессии. Мне повезло. Просто очень много вкалывало. Талант, красота, харизма, обаяние. Всего этого у Любови Полищук было с избытком. Кино «Любовь Полищук» дебютировало в 1976 году. У нее была эпизодическая роль, если помните, «Танго страсти», кинофильм «12 стульев». Версия легендарного режиссера Марка Захарова, если помните, Остапа Бендера там играл Андрей Миронов. И вот была небольшая эпизодическая роль, где в стиле 20-х годов Любовь Полищук и Андрей Миронов танцевали «Танго страсти». Вот это была дебютная роль Любови Григорьевны. Год 1976. После удачного дебюта Любовь Полищук стала активно сниматься. Огромное количество ярких киноработ. Роли были не первого плана, но очень многие из них запомнились нам. На меня на улице пальцем показывают. Да. Зачем? Узнают. Раз, два, три. Как вы здесь оказались? А вы? А я танцую. Пишет, жизнь, мол, без вас не жизнь, а скважное мучение. Да, не веришь? Телесериал «Моя прекрасная няня», который, к сожалению, оказался последней работой Любови Григорьевны Полищук на широком экране. В 2000 году Любовь Полищук попала в страшную аварию. В интернете есть информация, что травма была настолько серьезной, ей выбило несколько позвонков, была проведена операция. Даже после аварии Любовь Григорьевна долгое время выступала и играла в корсете, в специальном ортопедическом корсете. Вот серьезная была травма спины. К сожалению, в 2005 году все эти травмы снова аукнулись. Народные артистки Российской Федерации. Врачи и актрисе ставят страшный диагноз – онкология. В интернете указана информация, что вообще саркома. Саркома – это вообще очень агрессивная форма рака. Многие склоняются к тому, что онкология у Любови Полищук проявилась вот именно из-за этой травмы, полученной в ДТП в 2000 году. Кто-то утверждает, что эта травма проявилась после именно вот этого сильного падения на съемках, я же не сказал вам, но вы, наверное, все знаете эту историю, на съемках кинофильма «12 стульев» режиссера Марка Захарова. Если помните, «Страстная танка», когда Андрей Миронов исполняет песню «Танцует с любовью Григорьевной Полищук», потом в конце он ее поднимает на руки и роняет. В интернете есть информация, что было снято 40 дублей вот с этим падением. Падение по версии Марка Захарова было заранее отрепетировано, что падение было на матрасы. У нас народ, как всегда, раздул все к тому, что Андрей Миронов промахнулся, Любовь Григорьевна сильно ударилась спиной, упала мимо матрасов. И вот по этой причине якобы в 2005 году у нее и проявился этот страшный диагноз – онкология, саркома. В любом случае, после того, как врачи поставили Любови Григорьевне Полищук этот страшный диагноз, она не опустила руки, она приложила все усилия, чтобы выжить. В срочном порядке Любовь Полищук госпитализируется в Москве в Институт нейрохирургии имени Бурденко, где специалисты проводят сложную операцию, удаляют актрисе часть позвоночника. После этой операции она отправляется на реабилитацию в частную клинику в Израиль. Какое-то время там проходит реабилитацию, но, к сожалению, болезнь не собирается отступать. По возвращении в Москву Любовь Григорьевна снова обследуется у врачей. И, к сожалению, врачи ей озвучивают, что уже ничего сделать не могут. То есть медицина, к сожалению, наша бессильна. И Любовь Григорьевна уезжает домой к своим родным, к детям, к мужу. Как я уже сказал, последние съемки Любови Григорьевны Полищук проходили в телесериале «Моя прекрасная няня», если помните, на канале СТС выходил, где главную роль играла Анастасия Заворотнёк, которая сейчас, к сожалению, тоже борется с очень страшным заболеванием, рак мозга. 25 марта 2006 года, 17 часов 35 минут, съемочная площадка сериала «Моя прекрасная няня». До окончания съемок оставалось всего два часа. За это время нужно было снять еще четыре сцены. Но все члены съемочной группы были расстроены плохим самочувствием Любови Григорьевны. И, несмотря на все усилия, свадьба веселой не получилась. Режиссер уже хотел был объявить незапланированный перерыв, но в этот момент к нему подошла Люба. Эту потрясающую энергию, вдохновляющую окружающих на новые идеи и решения, Полищук сохранила в себе до самого последнего дня. Надо отдать должное, что Любовь Григорьевна Полищук, даже после того, как врачи сказали, что уже ничего сделать не могут, Она, вернувшись домой, все равно продолжила съемки до последних дней, когда были еще силы у нее именно сниматься. Вот в сериалах, как я уже сказал, сериал «Моя прекрасная няня» был последним в фильмографии и талантливой, любимой многими киноактрисой Любови Григорьевны Полищук. 25 марта 2006 года, 18 часов. АПЛОДИСМЕНТЫ И еще разное слово сказать вам всем, дай Бог вам всем здоровья, огромную благодарность, низкий поклон за то, что вы меня подождали. Ну, как бы не совсем все получилось, в смысле с подожданием, но очень и очень вам благодарна. Я вас очень люблю. Спасибо вам огромное. Дай Бог вам здоровья. Самое главное, как вы из вас в этой жизни. До новых встреч. 25 ноября 2006 года, находясь дома, Любовь Григорьевна впала в кому, из которой, к сожалению, она уже не смогла выйти. Последние, естественно, деньки были самые тяжелые. Вот 28 ноября 2006 года, дома, в окружении родных, близких людей, в сердце талантливой киноактрисы Любови Григорьевны Полищук остановилась. Всего лишь, ребят, 57 лет. Еще жить и жить. Представляете, сколько бы еще красивых, ярких ролей она могла бы нам всем подарить. Своим талантом, своим творчеством, своей гениальностью, своей харизмой, своей красотой, своей улыбкой. Ой, 57 лет. 30 ноября 2006 года, Любовь Григорьевну Полищук похоронили на Троекуровском кладбище, участок 6А. Через три года после похорон, в ноябре 2009 года, на могиле Любови Полищук устанавливают шикарный памятник из богемского хрусталя. Хрусталь, который был завезен из Чехии. Работал над монументом. Если помните, там такой бюст, хрустальный бюст. Напомню, что богемский хрусталь. Вес, я даже вес вычитал, 132 килограмма. Работал над монументом Александр Цыгаль. Это брат мужа Любови Григорьевны Полищук, мужа Сергея Цыгаль. Вот Александр Цыгаль, талантливый скульптор. И вот он работал над монументом, который стоит на могиле нашей дорогой, любимой киноактрисы. Сегодня Любови Григорьевны, как я уже сказал, исполнилось бы 75 лет. К сожалению, Любови Григорьевны с нами нет уже очень давно. Почти 20 лет. В этот день мы все с вами сегодня дойдем до ее могилы. В день памяти. Поставим от всех нас букет цветов. Ну, поснимаю. Напомню, что сегодня 21 мая 2024 года. Троекуровское кладбище. Мой дорогой зритель, вам огромное спасибо за внимание. За то, что вы в любую погоду со мной приходите на места памяти наших дорогих, любимых артистов. Огромнейшее спасибо всем тем, кто меня поддерживает. Кто-то поддерживает копеечкой. Тоже вам огромное спасибо. Все денежки, которые вы присылаете на поддержку проекта. Я на покупку цветов. Лампадки мы закупаем. Плюс и дорога. У нас впереди тоже какие-то интересные будут поездочки. Обо всем расскажу чуть позже. Обязательно оставайтесь с нами в подписчиках и никуда не отписывайтесь. Впереди, как всегда, будет много интересного. Напоминаю также по традиции, что у меня есть телеграм-канал Андрей Флор, ВК-группа Андрей Флор, чат болталка, в которой мы часто общаемся. Также оставлю ссылочку внизу на компанию «Ритуальные таблички». Ребята, с которыми мы тоже сотрудничаем. Впереди у нас тоже обязательно будут выпуски с портретами. Также хочу проанонсировать, потому что читаю ваши комментарии, и некоторые мои любимые, дорогие зрители немножечко это плохо слышат. Повторение матючей. Еще раз скажу, что на моем канале было удалено по одной причине, но проблемы у нас были, 110 роликов. Сейчас вот иногда на канал выкладываются перезаливы. То, что это перезалив, это указано и в ролике указано, и в описании указано, что это перезаливы. Перезаливы самых таких интересных роликов, на мой взгляд, интересных роликов, которые пришлось удалить с YouTube-канала. Я их немножко перередактировал, переозвучил, и снова загрузил на свой YouTube-канал. Потому что такие материалы интересные, где родственники. То есть, ну, интересный материал, и просто жалко их выкидывать в корзину. Поэтому, если вы видите перезаливы, не надо ругаться. Просто знайте, что любой ваш просмотр от перезалива поможет ролику приподняться в рекомендациях на YouTube. И, следовательно, большинство людей снова смогут увидеть эти ролики и смогут в этих роликах вспомнить тех артистов, которых мы вспоминаем в дни памяти. Спасибо вам еще раз за все огромное. Я вам желаю всем крепкого здоровья. Берегите себя и своих родных. С огромным уважением и любовью ко всем вам, Андрей Флор. YouTube-канал, канал памяти дорогих любимых артистов. Движемся с вами на могилу Любови Полищук. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Так, ну что, пойду я в магазин дойду, куплю вазу. Как вы видели, ваз нет, жара, все сохнет. Мне жалко, розы, живые розы. Они сейчас засохнут, через час они уже просто умрут все. Мне жалко. Поэтому сейчас вазочку куплю. Я так думаю, сегодня в день памяти, потому что еще рано, 10 утра, я же ранее обташка. Кладбищевские блогеры вообще не спят. Мне иногда спрашиваете, Андрей, вам не снятся? Не, не снятся, ребят, не снятся, не переживайте. Никто меня не зовет, никуда не притягивает, никаким могилам с головой все хорошо. Просто вазу надо купить, чтобы цветы поставить. Я считаю, в дату памяти все-таки живые цветы хочется принести. Все-таки 75 лет. Любовь Григорьевна, наша красавица, талантища, харизма. Ой, обожаю, обожаю. Согласны? Жду ваших комментариев. Купил я вазочку, ребят, тысяча рублей. Маленькая вазочка, тысяча рублей. Вы представляете, я в шоке. Она в интернете стоит 150-200. Прикиньте, тысяча рублей. Зато цветочки постоят, потому что сегодня у нас погода где-то 25. Они просто умрут быстро, мне жалко. Хочу, чтобы они постояли, хотя бы пару денечков. Двигаемся снова на могилу Любови Григорьевны Полищук. День памяти. День памяти. День памяти. День памяти. День памяти. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...